Добрый день дорогие друзья! Я вам сегодня хочу рассказать о том как я вяжу поводок тремя способами к стволу основной лески. Вот первый способ. Этот узел в основном предназначен для того чтобы соединять поводок с основной леской при вязке самодоров. Делаем петлю. Вторую. Нижнюю вытаскиваем, опять нижнюю вытаскиваем и нижнюю вытаскиваем. Получается вот такая вот конструкция. Дальше поводок в петелечку и затягиваем. Вот такой получается узел. Довольно-таки крепкий. Хрен его разрежешь. Второй узел это наверное самый простейший. Многие скажут что я его знаю, но многие не знают. Значит вот смотрите. Вот здесь вот здесь у нас груз. Вот этот основная леска. Вот это поводок. Значит длинный конец поводка. Вот здесь у нас получается крючок. Вот здесь вот мы ставим наверх. И вот теперь обыкновенных три узла. Раз. Два. Три. Тройной узел и больше ничего. Затягиваем. Не буду затягивать, потому что я потом его не развяжу. Вот здесь вот получается грузило. Здесь крючок. И вот видите, почему я сделал так, чтобы крючок, вот он с весом будет, он будет свисать вот так. Не висеть как сопля, а будет четко стоять перпендикулярно основной леске. Это второй узел. И наконец третий узел. Это когда надо привязать толсто резкий тонкий поводок. Делаем петлю. Желательно побольше петля. И вот здесь вот снизу, снизу начинаем накручивать. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Где-то шесть-семь раз надо накрутить. Тогда сам все получится. Потому что иначе эта петля, она выскользнет. Она не будет держаться. Если я сейчас ее затяну, то в принципе я ее потом не развяжу. Эту веревочку надо будет выбрасывать. Это четкая петля. И к ней уже петля в петлю, верится поводок. Получается очень чудное соединение. Вот эта леска толстая, эта тонкая. Если рвется поводок, то вся остальная снасть остается в целости и неуридимости. Все. Будьте здоровы. Это все, что я хотел вам сегодня рассказать. Не хвастанье чешуи. Подписывайтесь на мой канал. До встречи. До встречи на рыбалке. Субтитры сделал DimaTorzok